Отдельную встречу Нурсултан Назарбаев провел с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии. Во время деловой беседы с Юкия Амана глава нашего государства особо подчеркнул факт того, что сотрудничество между Казахстаном и МАГАТЭ укрепляется по всем направлениям. Напомню, агентство является международной структурой, которая регулирует вопросы использования ядерных технологий в исключительно мирных целях. Мы многолетнюю работу совместную завершаем, создаем банк низкобогащенного урана. И для Казахстана это тоже важное событие. Как вы знаете, мы с первых дней стоим в лидерах антиядерного движения и как государство, обладающее большими объемами урановой руды и способствующее мирному использованию атомной энергии без распространения обогащения урана в других странах. В свою очередь генеральный директор МАГАТЭ, поблагодарив главу нашего государства за прием, отметил, что открытие банка низкообогащенного урана в Казахстане стало возможным в первую очередь благодаря поддержке Нурсултана Назарбаева и плодотворному сотрудничеству с агентством. Сегодня действительно очень важное событие. Мы открываем банк низкобогащенного урана МАГАТЭ в Казахстане. Как вы знаете, у нас очень интенсивное и активное сотрудничество с Казахстаном. И, конечно, ваше личное лидерство, личная поддержка этому проекту позволило осуществить то, что мы задумали. Мы много раз встречались по этому поводу, вели переговоры и вот пришли к такому хорошему финишу. Я вас поздравляю. Президент Соединенных Штатов Америки позвонил Нурсултану Назарбаеву и пригласил его посетить Вашингтон с официальным визитом. Во время телефонного разговора, связавшего аккорду и Белый дом, Дональд Трамп поздравил главу нашего государства с успешным проведением выставки Экспо в Астане. В свою очередь, Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи со стихийным бедствием в Техасе, которое унесло жизни десятков людей и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Кроме этого, президенты двух стран отметили важность их первой встречи, которая состоялась 21 мая в Эр-Рияде во время саммита «Исламский мир США», а Нурсултан Назарбаев проинформировал Дональда Трампа о проведении саммита организации «Исламского сотрудничества по науке и технологиям», который состоится в Астане 10-11 сентября. Главы государств также обсудили состояние и перспективы казахстанско-американского сотрудничества, договорились об усилении торгово-экономического взаимодействия, обменялись мнениями об актуальных вопросах региональной и международной повестки дня. При этом Нурсултан Назарбаев выразил надежду на нормализацию диалога между Вашингтоном и Москвой. Во время этого разговора президент Казахстана обратил внимание на значимость запуска банка низкообогащенного урана в Казахстане. В заключении беседы главы государств подтвердили намерение поддерживать регулярный диалог по вопросам, представляющим обоюдный интерес для Казахстана и США. Ну а уже на следующий день глава нашего государства говорил по телефону с президентом Турецкой республики. Реджеп Таип Эрдоган поздравил Нурсултана Назарбаева с праздником Курбанайт, пожелал ему крепкого здоровья и успехов, а народу Казахстана процветание. Кроме разговора о состоянии и перспективах международного сотрудничества, лидеры двух стран обсудили предстоящий визит президента Турции в Астану. Как сообщает официальный сайт Аккорды, он состоится 9 сентября. Обменялись мнениями по вопросам проведения первого саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям, который пройдет в Астане 10 и 11 сентября. Отмечу, что этот телефонный разговор, во время которого главы двух государств договорились продолжать конструктивный диалог и укреплять казахстанско-турецкие отношения по всем направлениям, состоялся по инициативе турецкой стороны. Ну а несколькими днями ранее Нурсултан Назарбаев принимал в аккорде заместителя министра энергетики США Дэна Бруйлета. Во время этой двусторонней встречи речь также шла о доверительном характере сотрудничества между государствами, сложившимся за 25-летнюю историю дипломатических отношений. Особо глава нашего государства отметил экономические связи, подтвердив намерения их дальнейшего расширения. Рад, что приехал официальный представитель администрации господина Трампа для участия на Экспо-2017. Считаю это вниманием со стороны правительства Соединенных Штатов, Казахстану и проводимому мероприятию. Мы в этом году отмечаем 25-летие наших дипломатических отношений. За эти годы Соединенными Штатами Казахстан построил доверительные стратегические отношения. Есть соглашения по энергетическому партнерству между нашими странами, демократическому партнерству. Совместно решали вопросы борьбы против ядерного оружия. Во всех вопросах международной повестки дня Казахстан имел одинаковое мнение с вашей страной. Создали условия, что более 500 американских компаний в Казахстане работают с их участием капитала, в том числе крупнейшие нефтяные компании, которые вложили 40 миллиардов долларов в казахстанскую экономику. Мы готовы дальше сотрудничать. Кроме этого, глава нашего государства поблагодарил гостя за участие в международной специализированной выставке «Астана Экспо-2017», на что господин Бруйлетт от имени президента США Дональда Трампа поздравил Нурсултана Назарбаева и весь народ Казахстана с успехом проведения выставки. Гость также поблагодарил нашего президента за созданные в стране условия для работы иностранных бизнесменов. Господин президент, от имени президента Трампа позвольте выразить его личную признательность и передать вам привет, поблагодарить за теплое гостеприимство, а также поздравить вас с этим восхитительным событием Экспо. В моих личных разговорах с господином Трампом он напоминал мне о тех особых отношениях с Казахстаном, и мы намерены углублять двусторонние отношения не только в энергетическом секторе, но и во многих других сферах. Я также хотел бы передать поддержку Вашингтона по членству Казахстана в ВТО, а также в ОСР. Казахстан создал абсолютно комфортные условия для пребывания американских инвесторов, бизнеса. И особо хотели бы поблагодарить за последние изменения в визовом режиме для инвесторов. Ответом на новые глобальные изменения назвал Нурсултан Назарбаев проведенную в нынешнем году конституционную реформу, поздравляя соотечественников с днем основного закона страны. Президент отметил, что коренное изменение системы государственного управления, затронувшее ряд конституционных законов, направлено на повышение эффективности политической системы и обеспечение незыблемости основ государства. «Наша Конституция является мощным фактором дальнейшей реализации процесса модернизации, укрепления демократических начал, роста благосостояния граждан и консолидации общества на пути продвижения Казахстана в число 30 развитых стран мира. От всего сердца желаю всем казахстанцам мира, успешных свершений и благополучия», отметил Нурсултан Назарбаев, поздравляя народ Казахстана с днем Конституции. Но если первый день Конституции после проведения конституционной реформы это повод переосмыслить путь нашего политического и демократического развития, то вот светлый праздник Курбанайт, который мусульманский мир отметил в минувшую пятницу, как подчеркнул президент в своем поздравительном обращении к нации, должен способствовать сохранению и упрочению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и единства между людьми различных этносов и вероисповеданий. Курбанайт – это праздник гуманизма, милосердия, добра и благотворительности. Этот праздник будет и дальше содействовать сохранению и последовательному развитию национальной идентичности, благородных ценностей многовекового культурного и исторического наследия казахстанского народа. «Искренне поздравляю вас со священным для всех мусульман мира праздником Курбанайт. Желаю доброго здоровья, счастья, спокойствия, благополучия и процветания», отметил глава государства в своем поздравлении. В светлый праздник Курбанайт принято помогать нуждающимся и совершать благие дела. Впрочем, поддержка тех, кто волей судьбы не может в полной мере обеспечивать свое существование – это святая обязанность общества не только в этот день. И на государственном уровне это хорошо понимают, но выделяемые для социальной помощи населения бюджетные деньги не всегда и не везде работают эффективно. Для того, чтобы исправить ситуацию, профильное министерство разработало новую концепцию, которая сейчас активно внедряется в жизнь, как она работает и насколько более эффективной становится система поддержки нуждающихся, расскажет Зарина Ахмеджанова.